Как отлично они отходят. Я тоже, может быть. Почему овечки не остаются? Овечки прекрасны. Я очень люблю такой прием, добавить где-то какой-то спотик. Вроде бы не для света, а для какой-то, скажем так, и зимы. Всем привет! С вами Наташа Мартынова и мы в квартире у моей подруги Ани Никитиной. Она занимается дизайном интерьеров, а в данный момент она переделывает две свои комнаты. Из спальни она делает детскую комнату, а из детской она делает спальню. Давайте посмотрим, что у нее получается. Для многих людей, у кого есть дети, да, это такая насущная проблема поменяться комнатами. Вот что зачем идет? Вот по пунктам сначала ты, освободив комнаты, решила красить стены. Да, ну, соответственно, я для себя просто обозначила, что я в никакой поверхности буду работать. Например, в нашей новой спальне, бывшей детской, пол вполне нас устраивает. То есть его не надо трогать, но хочется поменять обои. И вот такие обои будут в спальне. И плинтус будет покрашен вверх. Вот в этот цвет? Да, вот у нас краска. Давай вот так покажем, что вот Аня выбрала темную краску для плинтуса. И вот этот элементарь. И получилось, что там в этой комнате получится такой перевертыш. Обычный низ должен быть темным, а светлым вверх. А там получится наоборот. Вверх будет темнее, чем основание. И как круто они сочетаются. Да, соответственно, немножечко предателем еще и интересной игры я решила с помощью цвета латуни. Это торшер. Он будет стоять где-то. Ну, чтобы не срабить стены в качестве прикроватного света, я выбрала вот такой вот торшер. Вот. Он отлично. Это латуни с черным металлом. Это трендовое сочетание. И с такими обоями это, конечно, будет взрыв. И люстра уже приехала. И мы уже в комнате посмотрим, как она смотрится. Люстра очень приятной формы. И, соответственно, по цвету она очень подошла. Это была так называемая любовь с первым взмемом. На самом деле она достаточно давно висит у меня в избранном. Я периодически предлагаю ее некоторым заказчикам, но почему-то пока ни с кем не сложилось. Вот она моя. Ура! Я очень люблю такой прием, добавить где-то вот какой-то спотик. Вроде бы не для света, а для какой-то, скажем так, изюминки. Также есть золотой элемент на карнизе. И кольца, и на завершение. Поэтому все время с собой портевалось. Что это? Это образцы искусственной шерсти. Из которых будет сделана кровать. Два сэнкла, соответственно, мы брали, чтобы подумать, и победил серый. Вариантов было не так много по расстановке. Пока что мы выбрали вот такой. Здесь будет стоять кровать. А здесь будет располагаться небольшой прикроватый столик. Будет ли у тебя телевизор в спальне? Засыпать будет телевизор, как все знают, не очень хорошо. Смотреть телевизор лежит в том числе. Поэтому я считаю, что можно отдохнуть, расположившись на диване, а в спальне пойти уже спать, отдыхать. Как отлично они отходят. Я тоже, может быть. Почему овечки не остаются? Овечки прекрасны. Давай, кто быстрее, кто быстрее. Прекрасно. Прекрасно. Вау. Ну что, это просто, конечно, шик. Все тренды, которые есть, ты максимально использовала. И это очень круто. Свет поменялся. Что еще? Как изменилось вообще освещение в комнате? Потому что здесь была детская, детская превратилась в спальню. Для детской нужно более светлое помещение. Поэтому здесь, несмотря на то, что всего две точки, во-первых, висело много светильников по стенам, которые работали от батареек. То есть они добавляли много света. Было два светильника, которые работали от розеток. За счет этого было много света, несмотря на то, что потолочные точки тоже были не сильно яркие. Соответственно, у меня осталось, был вариант только две вот эти точки. Опять же, в концепции не добавления, а шторопления. Вот. И поэтому, соответственно, этот свет тоже включается отдельно для туалетного столика. А это общий свет, который тоже, на самом деле, не сильно яркий. Но я вообще, в принципе, не люблю, когда в спальне очень много света. И мне для себя импонируют темные спальни. Собственно, поэтому я сделала из детской, из этой светлой и яркой, я сделала что-то потемнее, потому что мне так комфортнее. И я такие спальни люблю. Это тот прекрасный случай, когда ты сам себе заказчик, и ты можешь сделать все, что ты хочешь. Расскажи про торшер. То есть все равно необходимо было добавить, да, какого-то локального освещения. Да, конечно, для того же самого чтения. Он причем достаточно хорошо светит, и когда ребенок приходит сюда почитать, можно что-то как с одной стороны, так и с другой вполне его использовать. Он прекрасно освещает. Полностью вписано в интерьер. Синяя батарея. Расскажи про краску. На самом деле это арджилия, но я под нее взяла грунт специальный, который, благодаря чему, я смогла покрасить как бы любую поверхность. Сколько слоев здесь краски? Здесь три слоя краски, потому что я ее красила валиком, чтобы поверхность была такая менее зерненая. И дальше пять слоев лак. Ну, комната в целом очень уютная, очень такая... Как кокон. Как кокон, да. Томная, и краски все сгущены, но мы можем сделать ее светлой. Как мы это сделаем? Мы воспользуемся окном. Здесь, на самом деле, достаточно большое окно для не очень большой комнаты, поэтому за темные краски я совершенно не переживала. Я знала, что... Во-первых, я видела, как это будет детское, а вот теперь этот прекрасный вид стал видом из моей комнаты, а не из детской. Да, и чтобы повесить второй комплект штор... Да, это, на самом деле, карнизы икеевские, самые у них простые, но я их очень-очень люблю, потому что для минимализма, для скандинавского стиля, для лофта, ну, практически везде. То есть есть возможность поменять эти наконечники, и если хочется, мы просто добавили еще один карниз. Обошлись малой кровью, как говорится. Что тебе нравится в комнате больше всего? Самая твоя любимая идея, затея, часть или предмет меди? Ну, в целом, мы, на самом деле, уже много чего обозначили. Если так можно сказать, из фишечек, пожалуй, мне очень нравится то, что у кровати есть возможность подсоединить USB прямо в нее для зарядки телефона. Это очень удобно. У нас есть проводок, и вот мы его подсоединяем, и все, можно зарядать телефон. Мы в спальне дизайнера Ани Никитиной, которая переделала эту комнату из детской в спальню. Получилось очень интимное, клуарное, но мега стильное пространство. И эта комната яркий пример того, как нужно доверять дизайнеру, потому что Аня здесь доверяла самой себе. Выбирайте его правильно, и тогда у вас получится очень крутой и стильный результат. С вами была Наташа Мартынова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и скролите внизу видео, там очень много интересных подборок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова